На протяжении всей истории вулканы извергают огромное количество веществ в атмосферу. В современном мире эти извержения представляют собой много опасностей. Но не всегда извергнутая лава становится причиной большинства проблем. 20 марта 2010 года в Исландии произошло извержение вулкана. Извержение было относительно слабым, но образовавшееся гигантское облако пыли значительно повлияло на экономику Европы. Ветер пронес это облако через всю Западную и Северную Европу, вынуждая аэропорты закрыться и задерживая пассажиров по всему миру. Самолетам пришлось приземляться из-за известных опасностей, возникающих при полете через облако пепла. 24 июня 1982 года британский пилот капитан Эрик Муди испытал эту опасность на собственном опыте. Во время полета через Индийский океан он заметил электрическое явление на крыльях, которое обычно вызывается сильной грозой. Но на этот раз причина заключалась в другом. Я смотрел на радар, чтобы увидеть, где могло быть это облако, но я ничего не видел. Мы как раз это обсуждали, когда бортинженер испортил весь вечер, сказав, что двигатель номер 4 вышел из строя, номер 2 сломан и номер 3 сломан. Мы потеряли все четыре двигателя, чего просто не могло произойти. Сами того не зная, они пролетели через вулканический столб пепла над Индонезией. Вулканический пепел и пассажирские самолеты просто несовместимы. Причина в том, что пепел, проникая в двигатель самолета, плавится на лопастях турбины и останавливает их. Самолет капитана Муди пробовал в свободном падении 12 минут перед тем, как облако пепла исчезло. Мы снизились примерно на 3800 метров с высоты 11000 метров, когда двигатель номер 4, вышедший из строя самым первым, заработал. Затем завелся третий двигатель. Одновременно заработали первый и второй. Во время их падения пепел остыл, и ледяной ветер стремительно сдул все осколки из двигателя, снова перезапустив турбины. Самолет смог благополучно приземлиться, но этот случай продемонстрировал угрозу вулканического пепла. Гигантское облако пепла, распространившееся на всей территории Северной Европы в 2010 году, стало поучительной историей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова